МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ль дочери не пущу. Нечего ей душу травить. Одна она хочет побыть. Отравить меня захотела змея. Ну что там, мужики? Кого? Идем дальше, не расслабляемся. Каждая минута на счету. Никто не расслабляется. Молодец, Вута. ГОВОРИТ ПОЕДПИТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не могла же я так все оставить? Мы ведь толком не поговорили даже Не вижу смысла Лучше сразу уезжай обратно, пока такси еще здесь А ты бы, Иванов, сначала за одну ходку расплатился А то я ведь за спасибо-то не катаю Или тебе денег жалко на бывшую жену? Можете не ждать, я обратно не поеду Тогда гони полторы штуки, доктор, и будем в расчете Мы договаривались 700 Это я тебе сказал, когда не знал, кем ты ему приходишься Теперь дарив двойной Как договаривались, 700 Бабу тебя не промах, Вану Я бы на твою месть от такой не отказывался Ну вон, покеда, голубки Сейчас, голубка моя Почти готова Би Горячо? Курька Пойди Ночью-то сладко было Сейчас еще пошепчу над тобой Потом в баньку поведу Сереж, ну ты сам подумай, зачем мне было писать тебе о таком? Наверное, в тюрьме и без меня проблем хватало А Нет, что ты, там в санатории трехразовое питание, прогулки, культурные мероприятия Сереж, ну да, я виновата Но я хотела как лучше Я просто искала подходящий Подходящий момент, чтобы это было менее травматично для тебя И для меня, кстати, тоже Ну что ты так смотришь? Я действительно измучилась Я после этой идиотской сцены у нас дома Серега? Обалдеть Вот так сюрприз Тебя досрочно выпустили, что ли? Ага Хорошо себя вел Стасик, а кто там? Сережа Я Мы Тебя не ждали Да я понял уже Юля, ты что, Сережа не написала, что мы поженились? Ты же обещала вроде Ну, заходи Гостем будешь Давай Выпьем, расслабимся Посидим, поговорим Да не о чем говорить Серега Ну что ты как маленький, слышишь? Будь счастлив Сюда Зачем приехала? Чтобы все объяснить Объяснила? Все, можешь возвращаться домой Ну, сейчас ехать уже поздно И пока я дотащусь До райцентра, наверное, ночь уже будет И гостиницы там приличной нет И поезда ходят два раза в неделю Сережа Можно я у тебя останусь? У меня здесь не люксовый отель Завтра кого-нибудь найду, тебя отвезут Да И при матери никаких личных разговоров Мам А что? Что ты хотел? У меня там коллега приехала Коллега? В такую даль? Мимо проезжала по делам Так ведь ее же надо с дороги-то покормить Сиди-сиди, я все приготовлю Не беспокойся Через 20 минут жду на ужин Приходи Сейчас Сейчас все Выпарим Выгоним Будет у нас Ксениюшка Чиста Как утреннее Роса Куста Как высохший Колодец А? Пар сегодня Трепкий Ты что там притихла? А? Ты у меня там Не угорела? Юля, а какая у вас специальность? Анестезиолог Ой, это очень сложная профессия Я слышала На операции Анестезиолог Важнее хирурга Я бы так не сказала Тут важно взаимопонимание Между хирургом и анестезиологом Очень важно, чтобы Чувствовали друг друга На каждом Своя ответственность Ой Я совсем забыла Так разволновалась Подарки Вот, Мария Степановна Это вам Ну как-то неудобно Ну, у нас не принято ездить в гости С пустыми руками Сережа Тебе тоже подарок Вот Узнаешь Свои инструменты А есть еще кое-что Мы вот всем отделением Скинулись Вот Это для тебя Сережа Сережа Надо дать какую-то копеечку Юле Почему? Примета такая Нельзя острые предметы дарить И Деньги лучше со стола убрать Тоже примета такая? Ну, конечно Конверт забери Мне деньги не нужны Есть еще одна примета Когда дарят от чистого сердца Нельзя отказываться Понятно А что ж мы чай-то не пьем? Ксюш А что такое происходит-то? Я тебе звоню, ты мне отвечаешь, а? Ты что? Мась Вечером на наше место не приходишь Не надо А что случилось-то? Я прошу тебя, не надо Ксюш Нет, подожди Да ты объясни, что я не так делаю Это, Ксюш Это же я Ксюш Ксюш Ты нашел место, где мне допросы ушрали Ну, стой Ты что, бросишь меня решила? Ты нашла время У меня же батя помер Ксюш Он мне без твоей ласки сейчас просто смеет Ксюш Любимая Любимая Ксюш Ксюш Ксюш, я не вижу, что разлупила Посмотри на меня Посмотри, соскучиваться, стараться Что? Ой, Витера Ой, Витера Спасибо, что у тебя Меня дома Ждите Да посмотри Смогон Смогон Ты что раздавился? Пап, кто там? Мама пришла? Нет А ты что, праздеты ходишь? Иди домой Ну вот, узнаем мы всех же Моя девочка Моя девочка Моя девочка Моя девочка Не до тебя А сейчас Псюш Ты черный ворос А что ж ты вялась А видела бы ты, Галюня Какой черенщик красивый родился Не видно какой-то редкой красоты Пчелок родился, раз так наклюкался А вечно ж всё-таки своими ногами доходишь Ой, Галка Вот за что тебя люблю И за твое понимание Ха-ха-ха А черный ворос А что ж ты влёшься А вот моя Углова Ой-ой-ой-ой Хорош ты, мужик Горенщик, тяжёлый Ха-ха-ха Люблю тебя, Галка Люблю Люблю Оставь Я сама уберу Пойду воздухом понашу А мы ж Ёленькой посидим Да, Ёленька, поболтаем Юля Значит, вы с Сергеем работали в одном отделении? Да И вот по-дружески приехали навестить его Ну, не совсем по-дружески Я догадалась Не первый год на свете живу Юля Вы что-нибудь знаете про ту операцию После которой Серёжу осудили? Я там была Расскажите, что там случилось? Я не могу Серёжу об этом спрашивать Парня тяжёлого к нам привезли с тупой травмой живота После аварии Там счёт шёл на часы, но Серёжа сказал немедленно готовить к операции Вы должны его спасти Это мой единственный сын Позовите главного хирурга Я хочу, чтобы Фетченко оперировал Артёма Фетченко на конференции в другом городе Выйдите, пожалуйста, вы нам мешаете Нет Ещё не хватало, чтобы моего ребёнка угробил непонятно кто Послушайте Доктор Иванов – отличный специалист Артёму нужен лучший Сергей, ему хуже Нужно срочно начинать Немедленно уходить Я никуда не уйду Моего сына будет, например, только лучший хирург Москвы Ну, нет главного Ну, вызывайте из другой клиники Ну, вызывайте, вызывайте Берите, где хотите, ищите Мне нужен самый лучший, самый опытный С ригами, профессор, академик Ну, ну Я заплачу Ваш сын умирает, ему срочно нужна помощь У нас нету времени, выйдите, пожалуйста Несмотря на сопротивление отца и потерянное время Серёжа всё-таки настоял на операции Ну, там по-другому поступить было просто невозможно Я не понимаю, что происходит, Серёж Нужно срочно выходить из живота Делаем Серёжа, сердце остановилось Вижу О, что? Мы не успели спасти Артёма Что? Что ты сказал? Что значит, не успели? Ты Ублюдок Что значит Не успели? Я тебя спрашиваю Вот твари Украбили мне сына Ты, гнида, за всё ответишь Я тебя засажу, тварь Ты будешь за решёткой гнить Ты понял? Я тебя прошу А то я тебя... А я что? Артём наркоманом был А Щеглов, отец его Отнимал у нас время Его сын умирал А он мешал начать операцию Если бы у меня была возможность Тщательно смотреть парня Прежде чем вводить наркоз У него Между пальцами На ноге гематома была От шприца Но мы это выяснили Только после смерти От гематомы Начался тромбоз Во время операции Нужно было срочно Вводить антикоагулянты Но я же этого не знала Ведь на глаз же не определишь Я думаю Я думаю, что Серёжа спас бы его Ну а потом начался дурдом Щеглов поднял всех на уши Обвинил в смерти сына меня Серёжу Подал в суд А Серёжа на допросе Взял всю вину на себя Не хотел, чтобы меня тоже посадили Я пыталась его как-то защитить Объяснить всё на суде Но это было бесполезно Он вас любил? Я думаю, да И я его тоже Серёжа? Прости Я хотела знать Да я уже понял, мам Надо было самому тебе всё рассказать Прости Женщины yeah Мария, где твой сын? Что случилось? У Симы роды начались. Я вызвал скорую, но она будет ехать часа три, если не больше. А сам я боюсь ее в райцентр везти. Не волнуйся. Воды отошли? Да вроде да. А ну, я же не специалист по этой части. Я готов. Поехали. Сережа? Да, я здесь фельдшер. Я с тобой. Зачем? Второй доктор лишним не будет. Привет. 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 Что это? Сюрприз. Ужин приготовил тебе. Ужин? Анна Михайловна, сразу видно, что ты обделена мужским вниманием. А я-то знаю, как тяжело человеку со сломанной рукой по хозяйству управляться. У меня когда-то перелом со смещением был. Можно сказать, боевое ранение. У меня связки порваны. Тем более, ты понюхай, а? Молодая картошечка с укропом. По маминому секретному рецепту. Вкусно пахнет. Ну давай тарелки на стол накрывать, а то остынет. Анют, ты не волнуйся, я без злого умысла. Накормлю тебя ужином и пойду домой спать. Давай. Доченька, потерпи. Сейчас доктор придет. Ну? 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 Ой, Сережа, как хорошо. А то мы не знаем, что делать. Здравствуйте, меня зовут Юля, я коллега Сергея из Москвы. А, из Москвы. Время между схватками засекали? Нет, а мы не знали. Ладно, разберемся. Ну, привет. Давай. Дыши часто и быстро. Не задерживай дыхание. Чуть-чуть. Вот так вот, да. Молодец. Молодец. С малышом все в порядке. Он готов. А ты, юная мать? М? Нет. Нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Эй. Обратного пути нет. Я буду здесь с тобой. Рядом. Давай. Слушай, что я буду говорить. Внимательно. Да? Вот так давай, без шуток я говорил. Вот так, да. Так. Быстро и часто. Чай будешь? Отравить меня захотела змея. Чего? Видел я, как ты к этой ведьме ходила. Зелье у нее брала. Прям хочешь, чтобы я сгинул. Ой, ты че? Ты че несешь-то? Знаю я, чем эта Евдокия занимается. Ванька Сапунов после ее отравы помер. Жена его, Танька, потом в церковь ходила, свечки ставила, грехи отмаливала. А жена его, Танька, как Евдокия, ходила за зеленью, чтобы он как раз пить перестал. Угу. Вот он и перестал. Навсегда. Хочешь, чтобы я тоже? Чтобы руки у тебя развязались. Свободу захотелось понюхать. Кульчана. Совсем, чем до чертика допился. Лучше б я застрелился. Мне Надюху жалко. Да не за отравой я к ней ходила. Голова болит, мигрени меня мучают. Если вы будете ругаться, я убегу в лес так далеко, что меня никто не найдет. Дочка, мы... Ты что, мы с мамой просто так общаемся? Я ружье твое выброшу в речку. Дочка, ну, девочка моя. Соберись, и сейчас нужно будет еще раз тужиться. Нет, не могу. Надо. Ну что? Надо было смолу умею в расцентрности. Скорая сломалась, только что звонили. Петя, ну что же делать, как быть? Как тебе? Папа, уйди отсюда! Давайте выйдите отсюда, воздухом подышите, проветрите. И вы тоже. Давайте, 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 давайте. Выходим, выходим все. Пойдем. Оставься. Так, давай. Эй. Симыч. Че, отдохнули? Давай. А теперь соберись, возьми всю Олю в кулак и помоги. Мне помочь тебе. И ребенку своему помоги. Давай. Еще. Молодец, молодец. Давай. Давай. И еще. Еще. Давай. Представить не могла, что ты так вкусно готовишь. Ну, ты много еще обо мне не знаешь. Анют, у тебя выпить ничего нет? Да нет, ты не подумай. Я не алкаш какой. Просто день у меня сегодня такой. Грустный. Мама умерла в этот день несколько лет назад. Светлый был человек, добрый. Учительница работала, как и ты. Расскажи мне про нее. Да она и не мать не была. Ну, в смысле, не родная. Мои родители погибли, когда еще пешком под стол ходил. Ну, разбились на машине. Евгения Семеновна меня к себе взяла. Иначе попал бы я в детский дом. Она приютила, воспитала, научила всему. За многое ей благодарен. Светлая память твоей маме. Какая разница, родная, не родная. Не в этом же дело. Ты правильно сказала. Все дело в любви. А ее Евгения Семеновна много было. Дима, 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 Сергей. Девочка моя, давай, соберись, соберись. Молодец, ты родитель. Не могу, я не могу, Фальша. Дыши, 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 я тебя прошу. Не могу, не получается у меня. У тебя все получится. Вот уже головка появилась. Не хочу, не хочу, ничего, не хочу. Сереж, что мы делать будем? У нас времени немного осталось. Сам знаю. Так, хорошая, давай. Ты сейчас последний рывок, соберись. А я тебе немного помогу. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Давай, Семочка, соберись силами. Сейчас будем тушиться. Глубокий вдох. Хорошо с тобой, Алина Павловна. Уютно. Какое-то забытое ощущение дома. Как ты думаешь, получилось бы у нас с тобой семья? Андрей, ты опять в своем? Ну, а что? Глупо как-то время тратиться. Жизнь пролетает, молодость уходит. Мы все хороводы водим. Непонятно зачем. Ты сейчас вилки на дыр дотрешь? Да. Спасибо тебе за вкусный ужин. Милый получился вечер. Теперь давай по домам, да? Я хотела завтра пораньше встать. Понятно. Пацан, богатырь, красавец какой. Пацан, богатырь, красавец какой. Пацан, богатырь, красавец какой. Слушайте, ну я просто восхищен. В этих условиях провести такие сложные роды... Да вы просто гений какой-то. Обыкновенный рядовой врач. Ну не скажите. Я за свою практику такого насмотрелся. Привозишь пациентов в больницу и оставить им боишься. А уж что по деревням творится, так волосы дымом встают. И кто этих фельдшеров учит, спрашивается. Вот, я тут все написал. Госпитализировать не будем, а? Там вроде смысла нет. Ну вот и я так думаю. Швы вы наложили. Ребеночек в порядке. Так пускай уж лучше тут под вашим присмотром будет, чем в районном роддоме. Ладно, пойду. У нас еще вызов в соседней деревне, а бригад всего две. Всего две бригады? Ну а вы как думали? Мы еще весь райцентр обслуживаем. Я уже забыл, когда нормально спал. Уплотнение. Или как его там, не к ночи будет помянуто. Ладно. Рад был познакомиться с вами, коллеги. Сереженька, спасибо тебе большое. Дай бог тебе здоровья. И всего самого-самого хорошего. И вам спасибо. Я только ассистировала. Ну что же, это тоже важно. Ангелина Захаровна, присмотрите за внуком. Семе сейчас будет тяжело. Конечно, конечно. А как же? Сережа, тебе в благодарность, так сказать. Нет, это моя работа. Ты бери, не отказывайся. Не богачь, не бойся. Возьми. Где-то... Нам, 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 нам это твой пункт, как его, фельдшерский. Да. Вот. Я тоже подключусь, если что. Если вопрос, какие там медикаменты, инструменты, то обращайся, решим. Петя поможет. Ладно. Ой, ну я побежала. Все, пока. Да. Федор Петрович. Да. А Сима нормально перенесла беременность? Да, вроде без проблем, а что? Мне показалось, она как-то странно себя чувствовала. Это может быть началом после родовой депрессии, но обычно это начинается на второй, третий день, а тут что-то другое. Ты, Сережа, вот что, ты не бери в голову то, что не следует. Родила, спасибо тебе. А женские дела, их же не поймешь. Ну, дочь, может быть, перетрудилась немножко, сил много отдала. Мы справимся, не волнуйся. Я завтра зайду. Нет. Не стоит. У тебя и так дел полно. Я сам тебя найду, если что. Сереж, ты чего? Да нет, ничего. Да, здесь по утрам прохладнее, чем в городе. В городе асфальт, тепло накапливается, дома бетонные. Здесь природа все дышит. Накинь. Спасибо. Сереж, ты же понимаешь, что это противозаконно, да? Роды принимать, швы накладывать. Если кто-то узнает, тебя отстранят навсегда. Знаю. И продолжаешь это делать? Ты даже должен людей лечить, пока они врача не нашли. Они не будут никого искать, потому что им удобно, что ты здесь. Давай закроем этот разговор. Я знаю, что я делаю. А все-таки что-то в этом есть. Раннее утро. Ты. Я. Как раньше, да? Нет. Раннее утро. Мама уже постелила. Ты здесь, я к себе. Раннее утро. Раннее утро. Раннее утро. Раннее утро. Раннее утро. Раннее утро. Опа! Посиди. Чё, баба твоя пишет, как с другими кувыркается, пока ты здесь чаришься? Дорогой мой любимый Серёженька! Вы чё, охренели? Вы ему руку сломаете, он же хирург! Заткнись! Свои руки береги! Тише! 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 Тише, я здесь, успокойся. Тише, тихо. Всё хорошо. Я здесь, с тобой. Всё. Всё хорошо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова